Привет друзья! Сегодня у нас то видео, которое возможно поможет вам заработать денег. У нас постоянная рубрика, кто чего нашел и за сколько это было продано. И первый лот у нас это находка поисковика 20 копеек 1931 года. Это тот случай, когда одна монетка может стоить больше, чем целый клад. И это даже не серебро, это билон. Почему монетка такая дорогая? Да все просто, потому что в этом году была денежная реформа. И вот такие вот монетки из серебра 500 и пробы выпускались в начале года. А во второй половине года уже выпускались вот такие вот медно-никельные сплавы. Поисковики данной монетки называют молотобоец. Так что можно сказать парню дважды повезло. Первый когда нашел раритет, а второй вот в таком вот состоянии. Для данной монеты это очень хорошее состояние. За данным лотом сидело 526 человек, сделали 46 ставочек. И в итоге одна монетка периода СССР была куплена за 60 тысяч 61 гривну. Это у нас 2103 доллара. Ого-го. Люди ошибочно думают, что больших денег стоят какие-то монеты или древние украшения и желательно из золота. Но это не всегда так. Вот смотрите, человек в Винницкой области продавал документы. Да-да, вы правильно поняли, только документы без наград. На героя Советского Союза, Трифонова Бориса Павловича. Почему и зачем человек решил продать документы, история умалчивает. Также продавец промолчал, где сами награды. За таким интересным лотом сидело 80 человек, сделали 109 ставочек. И одни документы без наград были куплены за 75 тысяч и одну гривну. Это у нас на секундочку замечу 2627 долларов. Друзья, если так стали звезды, что вам в руки попали какие-то награды или знаки отличия периода СССР из бронзы или серебра и в эмалях, не спешите нести их на рынок. Там вам максимум дадут в духе брат как для тебя на бутылку. Почему так, не знаю, проверено. Вот такой вот знак лучшему ударнику советского торгового флота 1931 года попал в руки парню в Запорожской области. Он, конечно, на рынок не понес. Он решил продать по уму. Да, уточню данный знак из серебра. В итоге за такой находкой следило 115 человек, сделали 138 заветных ставок. И в итоге такой знак был куплен за 38 112 гривен. Это у нас на секунду 1335 долларов. Вот вы верите, что на рынке дали бы такие деньги? Внук забрался в старый гараж деда. И там обнаружил вот такую вот педальную машинку. Точнее то, что от нее осталось. Есть повреждения, потери, но как бы 90% кучи держатся. Это у нас педальный автомобиль «Москвич». АЗЛК. Как это не покажется странным кому-то, но подобные находки в наше время ценятся больше, чем настоящие «Москвичи». За данным годом следило 79 человек. Сделали ровно 100 заветных ставок. И в итоге такая вот игрушка периода СССР была куплена за 24 101 гривен. Это у нас 844 доллара. Мои подписчики, бывает, присылают мне свои находки на продажу. Бывали и часы, но таких не было. Это у нас «Восток» 2802. Если у вас есть такие и вам не нужны, то считайте, вам повезло. За данным лотом следило 235 человек. Сделали они 70 ставок. И в итоге часы деда были куплены за 24 875 гривен. Это у нас почти 870 долларов. Парень под Луцком откопал вот такую вот находку. Что он такой, он не знал. Спросил у Гугла. Тот ему подсказал, что у нас «Вислая печать» Константина II. Это у нас митрополит Киевский. 1167 по 1170 годам. Сделана такая находка из свинца. Решил обменять на деньги, но это его право. В итоге за данным лотом следило 28 человек. Сделали 115 ставочек. И такая находка была куплена за 9 тысяч и 1 гривну. Это у нас 315 долларов. Когда-то это было просто красивое зеркало. Девушки-модницы. В наше уже время это зеркало, которое досталось от бабушки. Но это уже антиквариат. За данным лотом следило 14 современных модников. И под конец торгов одна не выдержала и сделала заветную ставочку. У нас такое зеркало было куплено за 17 тысяч и 500 гривен. Это у нас 612 долларов, кто бы мог подумать. В каждом районном центре или городе есть своя металлоприемка. Люди часто приезжают туда, меняют какие-нибудь трубы, швеллера. Ну им надо для стройки. А некоторые ходят и смотрят в старые велосипедные рамы. Зачем? А смотрите. Она весит немного. Заплатил копейки. А выходит вот так вот. У нас 3 велосипедных рамы. Точнее то, что от них осталось. За ними следило 12 человек. Сделали 28 ставок. И в итоге то, что осталось от велосипеда, было куплено за 2 тысячи и одну гривну. Это 70 долларов за вот это вот. Знания это деньги в наше время. У кого-то дедушка или бабушка на чердаке хранят какие-то стопки, стаканы или ложки вилки. А у кого-то счетчики Гейгера. В нашем случае SDM 20. Новые 143 штуки. Где такие штуки применяются, если кто не знает. Ну широко. В радиационном контроле, в датчиках обледенения, задымленность. Но это как для примера. За данным лотом следило 42 человека. Но это те, которым надо. Сделали 46 заветных ставок. И в итоге такие датчики были проданы за 24 тысячи 101 гривну. Это у нас почти 850 долларов. А многие по незнанию бы выбросили какие-то непонятные штуки. Вот эти находки чердака не похожи на непонятные штуки. Да всем понятно, что это бочки. Но старые бочки. Зачем? Когда-то дедуля, может быть, хранил венцо. А в наше время это мусор. Так думают многие. А напрасно. То, что одному мусор, другому ух ты, хочу. За данным лотом следило 10 человек. Но это те, которые хотят с утра до вечера. И была сделана одна заветная ставка. Три бочки были куплены за 4000 гривен. Это у нас 140 долларов. Вот честно, вы когда бы увидели такие бочки, подумали, что их можно продать и на этом заработать? Или бы подумали, что это уже хлам? Ну, у кого дедуля хранил бочки, а у кого и вот такой вот стечкинг. Точнее, это у нас уже ММГ. В двух словах, это не огнестрельное оружие. Зарядить и сделать драк-бабах уже не получится. Но вот как макет, фасненная вещь. Все взводится, плацает. И можно разобрать, если вам хочется. Продавец уточнил. Заводской магазин не пилен. А вот деревянная кобура с другого предмета, но подошла как родная. Зачем люди такое покупают? Ну, не знаю, на стенку повесить или на камин поставить. За данным лотом сидело 218 человек. Это те, у которых есть камин. И сделали они 30 ставочек. И в итоге такая находка была продана. Ровно за 40 тысяч гривен. Это у нас 1400 долларов. Нашел парень у бабушки кучу мелочей. Решил перебрать. Ну, а вдруг? И попалась на глаза вот такая вот монетка. Но что-то с ней не так. Это пятачок 1961 года. Но это, друзья, брак. В чем заключается? Ну, видно. Смещение штемпеля. А еще у нас тут гладкий бочкообразный грудь. Есть такие люди, которые коллекционируют именно браки. В царских и советских монетах. У нас за одной монетой следило 67 человек. Но это те, которые хотели такой корявый пятачок. Сделали 57 заветных ставок. И в итоге пятачок был куплен за 2256 гривен. Это у нас почти 80 баксов. Смотрите, какая интересная монета. Да, такое нашли в Херсоне. Хотя подобные монеты где находить, если не там? Это у нас, друзья, Тетрабол, Деметра. Древняя, не маленькая монета. Но в таких каких-то окислах. Но поисковик чистить не стал. Потому что понимал, что можно всю цену кукинг-вакин. Помыл, высушил и продавал вот так. Вот за данным лотом следило 26 человек. Сделали 16 ставочек. И в итоге такая вот нечищенная с виду неактимонетка продана. За 6000 и 1 гривну. Это у нас 220 долларов. Вот честно, я когда первый раз увидел подобные монеты. Поймал себя на мысль. А я и не знал, что такие существовали. Вот вы знали или нет? Так что, друзья, если у вас есть какая-то интересная находка. Не знаете как и где обменять меня на деньги. Напишите по ссылочкам снизу. Подумаем вместе. А вдруг она стоит так, что вам хватит на яхту и мулат?